Еще немного и ракеты-носитель Союз-2.1а отправится в космос. На главной стройке века космодроме Восточный завершается подготовка к первому старту. Союз, изготовленный на РКЦ Прогресс, выведет на орбиту три спутника, один из которых АЭС-2Д создан учеными СГАУ и специалистами РКЦ Прогресс. Именно в Самаре изготовлена большая часть космических аппаратов, которые будут также запускаться во время первого пуска. Ракеты, как вы видите, уже находятся на стартовом коллекте на Дневном кольце. Она проходит, как мы иногда шутим, генеральную примерку. Мы видели в цехах, в огромных цехах, в огромных просто, где предстартовые, скажем, работы ведутся и с ракет-носителями, и с спутниками. Там есть специальные помещения самарские, куда приходят наши аппараты. Мы видим уже, стоит наша ракета установлена. К аппаратам нашим никаких вопросов тоже нет. Полная готовность. Во время визита на космодром Восточный заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел заседание наблюдательного совета Самарского государственного аэрокосмического университета. Вице-премьер особо отметил. Сейчас каждый четвертый выпускник в стране выбирает дополнительный экзамен по физике. Это наилучший показатель возросшего интереса космонавтики и авиации. В этом году СГАУ сделал большой качественный рывок и поднялся в рейтинге вузов на ступень выше. Сейчас перед университетом стоит задача готовить специалистов мирового уровня для космической отрасли. Участники совета одобрили четыре стратегических направления, которые выбрал для себя Самарский университет. Аэрокосмическая техника и технологии, двигателестроение, обработка информации и фотоника, а также направление, связанное с присоединением САМГУ и ориентацией его естественно-научных направлений на аэрокосмическую сферу. Определены конкретные, будем говорить, проекты, которые это помогут сделать. Это создание новых материалов, это биотехнические и биомедицинские системы, о которых говорил Рогозин, которые не только в космосе нужны, но и которые можно в космосе получать, в частности, новые лекарства, новые какие-то инструменты и технологии. По завершению испытаний Роскосмос объявит обратный отчет до пуска ракеты-носителя. Дату определит Госкомиссия полетным испытаниям. До конца этого года на Восточном планируют завершить строительство первой очереди. Второй этап рассчитан до 2021 года. За это время планируется подготовить мощный стартовый комплекс под ракету «Ангара». К 2023 году должна быть полная готовность к первому пуску экипажа. Лариса Шлафаст, События.